Всем привет! С вами кулинарный канал Это Просто! Сегодня я поделюсь с вами рецептом пряничного теста и идеальной глазури для их покрытия. Уже несколько лет я пеку именно так. Пряники получаются красивыми, вкусными, ровными и очень ароматными. Сперва я беру кастрюлю, ставлю ее на плиту и всыпаю 500 грамм сахара. Начинаю сахар плавить. Делаю это на среднем огне. Первые 2 минуты я его не перемешиваю, а затем, как только он начинает плавиться, мешаю. Так сахар быстрее растопится и не пригорит. Это очень важный момент, потому что если пригорит сахар, то пряники будут иметь горьковатый привкус. Варю карамель до темно-янтарного цвета. Затем снимаю кастрюлю с огня и вливаю тонкой струйкой 200 мл кипятка. Карамель имеет очень высокую температуру, поэтому делайте это очень аккуратно. Масса будет шипеть и пузыриться. На данном этапе карамель имеет вот такой темный цвет. Теперь кастрюлю я возвращаю на плиту и добавляю 200 грамм сливочного масла. Перемешиваю и варю до того момента, пока масло полностью не растопится. Делаю это все на среднем огне. Теперь всыпаю специи. 1 чайную ложку соды, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки корицы и 1 четвертую чайной ложки мускатного ореха. Также по желанию можно добавить гвоздику, кардамон, анис, имбирь или душистый перец. Перемешиваю все до однородности и за счет соды масса начинает пениться. Теперь добавляю 2 столовые ложки меда. Опять же, этот ингредиент кладется по вашему вкусу. Можно сделать и без него. Далее массу я остужаю до теплого состояния. Пена осела. Ее стало намного меньше. Теперь я убираю ложку и продолжаю замешивать тесто уже венчиком. В смесь вбиваю одно яйцо. Перемешиваю его. И начинаю понемногу добавлять муку. Ее я заранее просеяла. Всего у меня ушло 850 грамм муки. Но допустимо класть 800-900 грамм, не больше. Как только мне становится трудно замешивать тесто венчиком, я беру силиконовый коврик. На него высыпаю половину оставшейся муки и выливаю тесто. Продолжаю его мешать руками, вмешивая постепенно всю муку. Тесто получается мягким и слегка липковатым. Тесто я перекладываю в пакет и отправляю в холодильник на несколько часов. Но лучше всего на ночь. На следующий день оно будет довольно плотным. Достаю его из пакета и отрезаю необходимое количество теста. Такой кусочек, чтобы мне было с ним удобно работать. А остальное кладу назад в пакет, чтобы оно не заветривалось. А если вы за раз не используете все тесто, потому что его получается довольно много, то можно хранить его в холодильнике и довольно долго, целый месяц. Также его можно положить на хранение и в морозилку и хранить до трех месяцев. Коврик я присыпаю мукой и начинаю раскатывать тесто. Слишком тонко не раскатывайте, иначе пряники будут у вас хрустящими. Ну и теперь я начинаю вырезать различные фигуры и формы из пряничного теста. Если каких-то вырубок у вас не будет, то можно распечатать трафареты и легко вырезать их ножом. Так как у нас наступает 2020 год, я решила сделать прянички и в виде цифр. С бумажными трафаретами работать тоже очень легко. Кладем его на раскатанное тесто и аккуратно обводим тонким ножом фигуру. Излишки теста убираем. И получается новогодняя варежка. Таким же образом я обвожу и новогодний сапог. Ну а с вырубками работать еще легче и быстрее. Вырезаем фигуры, убираем лишнее тесто и получаем вот такие заготовки. Заготовки я перекладываю на противень. Его я всегда застилаю пергаментной бумагой. Перекладывайте аккуратно, чтобы не смять тесто и получить ровные пряники. В этом году без сыра никуда. Его вырезать проще всего. Делаю я это с помощью обычного ножа. Вырезаю сначала треугольники. И не обязательно делать их супер ровными. И теперь беру круглую насадку и делаю в кусочках сыра отверстие. Выпекаю пряники в заранее разогретой до 180 градусов духовке 6-7 минут. Желательно их не передерживать, иначе они будут жесткими. Горячие пряники очень гибкие. Поэтому, чтобы сделать их максимально ровными, сверху можно положить разделочную доску. Давайте я покажу еще один вариант красивых пряников. Вырезаю с помощью вырубки человечков. И мне захотелось, чтобы они что-то держали в руках. Допустим, какую-то конфету. Для этого я сделала из фольги вот такие небольшие шарики. Складываю у человечка руки таким образом, чтобы он держал этот шар. И отправляю в духовку выпекаться. Чуть позже я покажу, что делаю дальше. Ну а пока я сделаю белковую глазурь, которой буду покрывать пряники. Я расскажу вам, как ее готовить на примере одного рецепта. То есть, одного белка. В чашу миксера вливаю белок. И начинаю его взбивать до белой пены. Затем всыпаю 130 грамм сахарной пудры. И пол чайной ложки кукурузного крахмала. И взбиваю еще 3 минуты. Затем добавляю несколько капель лимонного сока. И взбиваю еще приблизительно 2 минуты. Айсинг и готов. Он получается довольно густой. Чтобы пряники были украшены ярко и красиво, я буду окрашивать глазурь в разные цвета. Немного белковой глазури я откладываю в маленькую тарелку. И добавляю пищевой гелевый краситель желтого цвета. Не вливайте его сразу много. Лучше добавлять постепенно и доводить до нужного вам цвета. Глазурь получается довольно густая. Поэтому ее нужно разбавить водой. Воду добавляйте по 1 чайной ложке. Не вливайте сразу много. Есть вероятность того, что вы ее перельете. И получите не ту консистенцию, которая нужна. В итоге глазурь должна стать гладкой, но не жидкой. Пряникам я дала полностью остыть. И теперь приступаю к самому интересному. К их украшению. Айсинг я переливаю в кондитерский мешок. Для удобства переливания я использую стакан. У кондитерского мешка отрезаю кончик. И начинаю аккуратно распределять глазурь по поверхности пряника. Сначала делаю контур, а затем заполняю всю внутреннюю часть. У меня получается вот такой красивый сладкий кусочек сыра. Для украшения пряников я буду использовать еще один цвет, голубой. Также окрашиваю глазурь гелевым красителем. При добавлении красителя учитывайте то, что при высыхании глазурь будет немного темнее по цвету. Новогодние сапоги я буду красить двумя цветами. Для того, чтобы они не смешались друг с другом, из белой глазури я делаю контур и даю ему время подсохнуть. А пока я сделаю елочки. На треугольники наношу зигзагообразные линии. И сверху украшаю различным декором. Сверху присыпаю кокосовой стружкой, которая напоминает снег. Получаются очень красивые елочки. Теперь разукрашиваю человечков. Здесь на что хватит вашей фантазии. Можно их рисовать по-разному. С пуговками, в юбочке, в футболке, с волосами, с короной. В общем, так, как захочется вам. А из рук этих человечков я вытаскиваю фольгу. И вставляю вот такие красивые круглые конфеты. Рисую айсингом лицо, дополнительные линии рук, ног, одежды. И у меня получаются вот такие оригинальные и необычные пряники. Теперь делаю варежки. Наношу белую глазурь по контуру и на верхнюю часть пряника. Сразу посыпаю кокосовой стружкой. После высыхания контура прорисовываю внутреннюю часть и делаю узор. Ну и возвращаюсь к сапожкам. Контур высох. Теперь я наношу один цвет, затем второй и опять оставляю высыхать. До полного высыхания глазури должно пройти не менее 10 часов. Пряники готовы. Они получаются мягкими внутри, очень вкусными, ароматными и красивыми. Я надеюсь, что мои идеи окажутся для вас полезными. Пробуйте приготовить. Жду ваших комментариев. С любовью, ваш кулинарный канал. Это просто!